Программу «Здесь и сейчас» представляет Уральский институт кардиологии. Специализированная кардиологическая помощь на уровне мировых стандартов. Здравствуйте, я Татьяна Климина здесь и прямо сейчас мы будем говорить о здоровье, мы будем говорить на тему реконструктивная урология. Поэтому, уважаемые телезрители, бросайте все свои дела, присоединяйтесь к нашему разговору. Я уверена, что многие из вас услышат для себя важную, нужную и очень полезную информацию. Сегодня в программе принимает участие врач-уролог, медицинского центра «Сити-Док», доктор медицинских наук, доцент кафедры урологии Уральского государственного медицинского университета Константин Истокский. Константин Николаевич, приветствую, рада вас видеть. Здравствуйте, Татьяна. Скажите мне, пожалуйста, доктор, с какими проблемами чаще всего обращаются к врачу, который занимается реконструктивной урологией? Если говорить казенным или научным языком, это та специальность, которая занимается сложными операциями на мочеводительной системе. Именно она направлена на восстановление мочеводящих путей у человека. Как мы помним, мочеводящая система подразумевает это верхние мочеводящие пути, это от почки до мочевого пузыря, то есть это почка, лоханка, мочеточник. И нижние мочеводящие пути, это мочевой пузырь, уретра, это вся мочевая трубка до наружного мочевоскательного канала. И в любом месте этой мочевой трубки может возникнуть какое-либо повреждение, или заболевание, или врожденное заболевание, или приобретенное, которое может потребовать именно специального хирургического лечения. То есть реконструктивная урология – это та подразделение, именно собственная специальная урология, которая занимается восстановлением непрерывности мочеполового тракта. Какие проблемы наиболее часто мы встречаем? Во-первых, это, конечно, врожденная аномалия развития. Это та ситуация, с которой человек родился. Наиболее часто возникают проблемы с мочеточниками. Это возникает сужение или стриктура, которые не дают полноценно проходить моче по мочеточнику, и возникает расширение или дилетация верхних мочевых путей. Далее у нас идут нижние мочеводящие пути. Это реконструкция, которая требует вмешательства именно на мочевом пузыре и на мочеспускательном канале или уретре. Ну, в мочевом пузыре встречаются различные заболевания. Это дивертикулы врожденные. Это те ситуации, когда мочевой пузырь страдает в ходе какой-либо болезни, когда он утрачивает свою функцию, то есть того нет, у него малая емкость, это выраженные болезненные симптомы. И тогда задача реконструктивного уролога – это заменить орган целиком. Это весь мочевой пузырь. Как правило, выполняется кишечная пластика мочевого пузыря при этом. Дальше у нас идет мочеспускательный канал. Это различные стриктуры уретры. Сужение. Сужение или стриктуры уретры, которые, конечно, возникают не у взрослых людей, не в процессе развития, а, конечно, это приобретенные стриктуры, которые могут возникать либо в процессе какого-либо перенесенного воспаления уретры, особенно у мужчин, то есть это инфекционные различные ситуации, это гонорея, это неспецифические уретры, которые иногда через много-много лет проявляют себя. Вторая, наиболее частая причина все-таки в наших условиях – это травма уретры. Это наружные повреждения, которые пациенты получают в ходе своей жизнедеятельности. Иногда это производственные травмы, иногда это военные травмы. В мире очень много специалистов, которые занимаются этим вопросом. Есть уважаемые люди, это множество итальянцев, это Барбали, Аустони, Таманди, это профессор Кристал Чапл, который приезжал два года назад, мы приглашали в рамках деятельности нашего Свердловского областного общества урологов, это корифеи медицины, корифеи именно реконструктивной урологии. Наши специалисты как выглядят на фоне мировых сетей? Наши специалисты выглядят очень хорошо в настоящее время. У нас есть группа реконструктивных урологов, мы все друг друга знаем. Конечно, лидирует это Москва и Ростов-на-Дону. Это традиционные были центры, которые занимаются реконструкцией уретры. Мы общаемся и выступаем, доклады делимся своим опытом. А если говорить про город Екатеринбург и про Свердловскую область, насколько актуальны здесь вот эти вопросы, которые мы сегодня с вами обсуждаем? И вообще, какова обращаемость? Активная? Можно сказать, что у нас активные граждане тоже в случае чего обращаются за помощью своевременно? Конечно. И когда имеется такая проблема выраженная, то человек деваться некуда, конечно, он обращается. В редких случаях есть очень терпеливые, есть очень пациенты, которые относятся не очень хорошо к своему здоровью. Они обращаются поздно, и тогда имеются большие проблемы. Но когда возникает у пациента травма, повреждения, либо после воспаления, конечно, нужно вовремя выполнить операцию. Поскольку когда нет еще, не страдают мочевой пузырь, не страдают почки, именно в этот период нужно выполнить реконструктивную операцию. Недавно у меня был пациент, то есть поразительный был клинический случай, который погубил себе почки, не погубил, но очень долго страдал, не обращал внимания. У него была воспалительная структура уретры. Он как-то мог мочиться, плохо, но мочился, но при этом у него постепенно декомпенсировалось. Сначала у него был огромный мочевой пузырь, он не смог проталкивать мочу, потом у него возникли расширения почек с двух сторон, и это привело к хронической почечной недостаточности. В настоящее время это пациент инвалид, он диализный пациент. И всего лишь стриктура уретры после воспалительного характера. А всего лишь было сужение, которое нужно вовремя обратиться именно туда, где этим занимаются. И ему бы помогли в определенное время, и тогда бы он имел полноценный... Вернулся бы к нормальной жизни. Конечно. То есть все было не так сложно. Тогда бы он не был привязан к аппарату диализа. Сейчас мы ему восстановили уретру, сейчас он мочится самостоятельно, но сейчас он требует операции по пересадке и транспортации почек. Вот так небольшая проблема может перерешать в такую гигантскую... Таких примеров очень много, они такие резкие, дикие, можно сказать, примеры, но они не существуют. Я к тому, что у нас люди привычные... Но в основном люди обращаются, когда нужно. Особенно, если говорить о молодых людях, о проблемах реконструктивных, это верхнемочевые пути. Здесь есть женщины. Россия без женщин никуда. И приводят и своих сыновей, и своих мужей, и пенсионного, и предпенсионного возраста. И да, они иногда более адекватно понимают проблему, что ей нужно решать. Ну, конечно, они ответственны за здоровье своих мужчин. Это совершенно так. И очень часто как раз являются тем локомотивом, который своего любимого мужчину, будь то сын, брат или муж, или отец, они приведут, потому что понимаешь, что это серьезная проблема. А мужчины иногда... В мужчинах Россия держится. Спасибо вам, доктор. Давайте поговорим о возможностях сегодня. Вот мы говорим о том, что есть заболевания, которые нельзя ни таблетками, ни примочками, ни кремами, ни мазями, ни надеждой на светлое будущее, чтобы они сами по себе рассосались. Нужно только хирургическое вмешательство. А что сегодня есть в арсенале современной науки урологии, реконструктивной урологии? Что она сегодня может, если у человека есть проблема? Да, Татьяна, конечно, та проблема, о которой мы говорим, те болезни, мучеводительные системы, таблетками, мазями, препаратами, БАДами и народной медициной их, к сожалению, не вылечить. То, что я говорил, переводил в пример, тот пациент это все проходил, все эти методы. И эти заболевания, конечно, требуют оперативного лечения. В настоящее время, конечно, предпочтение дается малоинвазивным операциям. Это ляпароскопические операции. То есть то, что раньше делали, выполняли большие разрезы на пол, туловище, на весь поясничный. Сейчас выполняем мы эти операции из трех-четырех небольших прокольчиков в животе. Они могут выполняться как через брюшную полость, так и через забрюшинное пространство. Да, эта операция сложная, она требует больших навыков, она требует оснащения именно хорошего. Это должна быть ляпароскопическая стойка. Должен быть экран с высоким разрешением, это или Full HD, полное разрешение, или другие. Есть даже наиболее продвинутые, это 3D. Это то же самое ситуация, как и на театрах. А в хирург одевают очки. И видят все в трехмерном, да? И все в трехмерном пространстве. И то, что на переднем плане, это спереди. То, что сзади, никогда не промо... Точность движения обеспечена, иголочки, ниточки, все хорошо. Слушайте, можно сразу тут вопрос уточняющий? Вот то, что вы так красиво сейчас говорите про те технологии, которые есть, и про ту технику, которая сегодня есть в руках хирурга, это все есть у нас в руках хирурга наших, у Екатеринбургских? Да, конечно. Или это только где-то Москва, Питер, да? Нет, мы развиваемся, у нас есть все. У нас есть ляпароскопическое оснащение, и всех крупных больниц, и областной больницы, и городских. А городских каких? Вот эти областные я услышала. Давайте, чтобы наши... Вот прямо такой обзор небольшой. Есть и государственных, то есть и 40-я больница, 20-я, клиника различные частные, УГМК в том числе, там это все есть. А Ситидок, вот вы представитель сегодня Ситидок? Да, конечно. У нас это все представлено оборудование для выполнения как ляпароскопических технологий, так и для реконструкции уретры. То есть две важные темы – это мочеточник и все болезни, и это уретра, да? И у нас все для этого есть. Для того, чтобы выполнить операцию на уретре, для этого также нужны очень множество различных девайсов, как сейчас говорят, и приспособлений. Одних рук и одного ума, и развития хирурга здесь недостаточно. Должен быть полное обеспечение необходимым инструментариям специальным. Это специальные наборы хирургического самого по себе инструмента, которые точные, которые острые. Я слышала, что и ткани вы используете самые разные. Для современной одной из методов выполнения реконструкции на уретре это не просто пересечить, убрать на плохой участок, а здоровое сшить. Нет, их иногда не хватает. Мы используем различные ткани и органы человека, чтобы восполнить дефицит ткани уретры. Один из самых удачных и распространенных – это использование слизистой щеки. То есть это внутренние поверхственные щеки выкраивается, кусочек слизистой. Иногда, если не хватает с другой стороны, иногда, если не хватает нижней губы, а еще если не хватает с боковых поверхностей языка, то есть достаточно материала, мы можем выполнить реконструкцию до 20 сантиметров утраченной уретры. Это фантастично звучит просто, да? Конечно. Для этого нужно специальное оборудование, для этого нужна увеличительная специальная техника. И золотые руки врача. Бинокулярные линзы, да, золотые врача. Мы говорим обязательно, скажем. Это должно быть освещение, это высокомощные налобные или специально встроенные в очки светильники, которые достаточно дорогостоящие, которые, да, но они того оправдывают. То есть использование качественного материала, это нити, это расходники, это все идет вот в одно целое, чтобы помочь больному, поскольку реконструктивная операция – это та операция, которая должна выполняться один раз. И должен пациент поправиться. Если рецидивы, то уже процент на успех выздоровления гораздо снижается и снижается прогрессивно вниз. Ну и про золотые руки. Ну, конечно. Оборудование оборудования. То есть тот хирург, реконструктивный уролог – это тот специалист, который сочетает в себе качество и общего хирурга. Он использует навыки пластического хирурга. Знание коллапрактологии тазоводной, знание гинекологии, поскольку идут операции на малом тазу. Подготовка специалиста – это весьма серьезный. Десятилетиями? Это комплексное и серьезное мероприятие. Поживенное обучение, я так думаю, да? Не менее 10 лет нужно работать, чтобы стать реконструктивным урологом. И потом всю жизнь учиться. И всегда учиться. Бесконечно. Потому что новые девайсы, потому что новые изменения. Приходится учиться всегда. Если ты встал на месте, значит, ты опустился вниз. Константин Николаевич, операции на грани называются фантастики, да? Да, но все эти операции направлены на то, чтобы вернуть качество жизни человеку, и чтобы как можно быстрее он вернулся в свое привычное жизненное русло. Я так правильно понимаю. Насколько быстро человек после такой операции… Потому что вы до этого сказали, вот раньше были операции, вот такие полостные, как отрезал. С такими разрезами это было 2-3 недели пациенты лежали. Сейчас, после наших операций, стандартная ляпароскопическая структура, мы пациентов выписываем на пятые сутки. То есть на следующий день после операции они встают, но выписываться могут, да, если все хорошо. Как правило, всегда хорошо на пятые сутки. Мы всегда с ним на связи, если что-то… Это очень важно? Это очень важно. Чтобы была вот эта приверженность дальше, да? Особенно те пациенты, которым мы с вами… Вам понравилось прослизистую щеки, многосантиметровая лоска. Это их не так просто приживить. Можно выписать его и на пятые сутки, и на шестые, но мы должны добиться того, чтобы гарантированно прижился этот лоск. Это трансплантат, который пришивается, используется микрохирургической техникой, осветителем. И эти пациенты требуют специального ухода после операционного. И пациентам мы очень тщательно разговариваем, объясняем, что они должны сами делать. Потому что они… Перерыв иногда между операциями, а иногда этапные операции. Вначале один этап, потом второй, иногда третий. И перерыв между ними до 6 месяцев. И все эти 6 месяцев больной не просто должен ходить там с трубкой где-то еще, а когда у него пересажены слизистые щеки, он должен ее обрабатывать специальными мазями, специальными ползаются. То есть идет программа медикаментозного сопровождения после операционного периода. Это очень важно, без которой может никакого значения не иметь хорошо выполненная операция. Вы их в это время не оставляете одних? Я в том плане, что вот вы свою часть огромной работы выполнили, а дальше говорите, ну все, дальше вы сами. Они могут обращаться за поддержкой, за помощью? Конечно, обязательно. Это люди, которые пугаются. Эти люди, которые с такими сложными структурами, они всегда на связи. У них всегда есть выход на лечащего врача, на заведующего. Эти пациенты, они уже становятся, ну, практически как родные уже. Это контакты и вечером, и ночью, и никуда его от него не избавишь. Не денешься, а он все уже. И это нужно, потому что и пациенту помочь, и столько проделанной работы нужно. Слушайте, контактный, я хочу. Вопросов, как вы понимаете, все больше, да, а времени показали, что уже все, у нас времени нет. Но тем не менее, да, я вот в оправдании нашим, вашим потенциальным пациентам, тем, которые не сразу обращаются, а хотели бы, кто сейчас смотрит нас и скажет, может быть, это мой доктор, да, может быть, это он про меня говорит. Потому что обычно как бывает, вот мы если говорим с вами про сужение, да, мочевыводящих путей, у ретро, например, сужение. Вот представьте себе молодой мужчина, ну, достаточно молодой, после 50 лет. Вот у него начались какие-то задержки, какие-то проблемы с мочеиспусканием. И первое, что приходит в голову, наверное, потому что об этом много сегодня говорят, и телевидение, да, средства массовой информации, что это, скорее всего, проблемы, связанные с простатой. Да. Возраст, знаете ли, да. И что он начинает делать? Опять же, очень много сегодня рекламы БАДов всяких, да, таблеток, которые улучшат, помогут, решат проблему. И он начинает применять это. И он даже не подозревает, что у него совершенно в другом проблема. И доводит себя вот до того состояния, вот вы рассказывали в качестве примера, да, когда уже ты инвалидность, милый, можешь получить. Каков должен быть, вот какие сигналы, вот как вы доктора говорите, преддикторы подскажут человеку, что, ну, дружище, у тебя это точно не с простатой проблема, а у тебя гораздо что-то посерьезнее. Я не буду углубляться в симптоматику, не стану, это не нужно, и это очень заметное время. Единственное, что скажу, что, да, когда у пациента возникают какие-либо проблемы, он заметил, это сигнал к тому, что нужно пройти определенный алгоритм обследования, определенный стандарт есть, да, который поможет специалисту уже определить, именно поставить правильный диагноз и или самому заняться, или отправить в то учреждение к тому доктору, который занимается данной проблемой. То, что вы говорили, да, нарушение некоторого мочеиспускания, то есть, в первую очередь, это, конечно, общекринические анализы, это кровь, моча, биохимия, то есть кретинин, как работают почки, все ли в порядке с фильтрацией, очищением крови. Это комплексное УЗИ, это золотой стандарт, извините, которое мы сразу видим, какие-то грубые изменения, это УЗИ мочевого пузыря, это предстательные железы, мы обязательно должны думать, что есть онкология, есть рак, есть того, другого органа. Мы должны сделать комплексное УЗИ мочеполовой системы, почки, мочевой пузырь, предстательная железа, и УЗИ нам покажут уже, да, где нужно выполнить более детальное обследование, а уже до деталей это уже показывает нам и компьютерная томография, и различные специальные урологические ретрографии, методы, которые вот знают уже специалисты, иногда и МРТ нужно тоже. Я вам скажу так, уважаемый Константин Николаевич, что вот если вы зайдёте на чаты, да, где обсуждают, а у нас, оказывается, врачи-урологи в большом спросе, то есть очень многим нужен доктор-уролог хороший, вот, и обычно первый вопрос посоветуйте, порекомендуйте. Я вот вам сейчас его возьму и адресую этот вопрос. Порекомендуйте трёх-четырёх специалистов-урологов, к которым наши телезрители в случае какой-то необходимости могут обратиться. Вот таких, к кому бы вы сами пошли, если бы что? Да, Татьяна, да, спасибо. Вопрос очень хороший. Есть сразу так, на изготовку? Есть. Я должен сказать, что, признаться, что я последние 19 лет работал в областной клинической больнице номер один, где прекрасный коллектив докторов, урологический центр, где все профессионалы владеют всеми методами лечения, каждый именно специализируется на своём. Ну, возглавляет сейчас наш урологический центр, так можно сказать, как фронтмен урологии нашей, это Зырянов Александрович, это молодой заведующий кафедрой, молодой оперирующий, активный профессор. Я бы порекомендовал, если клиническая больница. Не могу называть больше. Доктор Зырянов, мы услышали. Городские специалисты, я много работал в своё время и хорошо отношусь, я бы рекомендовал молодого и перспективного доктора Берестецкого, Илья Евгеньевич, он сейчас возглавляет отделение урологии в 20-й больнице. Доктор Берестецкий. Он энергичный, он владеет, он открыт для нового, он многие технологии освоил и не останавливается на этом. Ещё бы я хотел сказать, что отличный и хороший доктор, это Бершацкий Яков Валерьевич. Бершацкий. Также выходец из областной больницы, когда-то работали, сейчас он возглавляет. Зырянов, Берестецкий, Бершацкий. Себя бы вы порекомендовали, но вот сейчас кто-то смотрит, скажет, что доктор хорошо говорил. А если к нему пойти? Пожалуйста, поскольку определенными технологиями я владею и занимаюсь, и некоторые операции у меня в эксклюзивном плане бывают, поэтому, конечно, я не могу. Не откажете. Помолчаю. Ложно поскромничать, я не смогу. Не откажете, доктор, если вы, да. Нет, я не откажу. Дайте небольшой совет, как вообще сохранить своё урологическое здоровье, учитывая, что да, мы не очень любим, наверное, лечиться, особенно это относится к мужчинам, они всё-таки у нас сильный пол, да, и не готовы себя всегда признавать слабым, особенно в каких-то деликатных таких сферах, они не всегда готовы сразу побежать к врачу. Как сохранить здоровье на долгие годы своё? Вопрос глобальный. А надо коротко в эту минуту. Поэтому отвечу на него коротко. Ну, на самом деле, нужно относиться позитивно к миру, к себе, к окружающей действительности, вести правильный образ жизни, который подразумевает себе питание, в меру заниматься какими-то активностями физическими, проходить плановые диспансерные наблюдения все обследования и определённые возрастом, определённые анализы, параметры, это онкомаркёры, это гормоны и так далее. И в случае каких-то неполадок со здоровьем, общего урологического, мужского здоровья, то, конечно, нужно сразу же безотлагательно обратиться к специалисту. Идти к доктору. Знаете, что камень гонит не моча, а умение врача. Это старинная, это старая поговорка урология. Вот на этой позитивной ноте, что камень гонит не моча, а умение врача, мы на сегодня закончим. Будьте сами здоровы, всем самого доброго. Будьте здоровы, всем также здоровья. Я напомню, что это была программа «Здесь и сейчас». Будьте здоровы, всем самого хорошего. До свидания.